Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Яков Берлин. Сначала коротко о главных темах этого выпуска. Должна быть работа по формированию, с одной стороны, такого реестра, и добиваться, чтобы этот реестр в идеале обнулился. В республике сформируют реестр территорий, где были зафиксированы нарушения в лесу. Сопредседатель Овчероссийского народного фронта Александр Бричалов провел круглый стол по проблемам незаконных вырубок. Более 26 лет моей службы сделали так, что этот праздник для меня основной. 97-ю годовщину образования пограничных войск отметили сегодня в Петрозаводске. Работа с паром, мягкая работа с телом, ударная техника, растирки, работа с руками. В Сортовало на День Республики пройдет Кубок мира по банному спорту. Активисты Овчероссийского народного фронта намерены искоренить проблему незаконных рубок леса в Карелии. В республике, по примеру других регионов, будет сформирован реестр территории, где были зафиксированы нарушения. По каждому факту Центр мониторинга ОНФ будет проводить проверки. Такое решение было принято на сегодняшнем совещании по проблемам лесопользования. Его провел сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Александр Бричалов. Александр Бричалов рассказал, что Народный фронт уже отработал такую практику решения различных проблем. В Центральный штаб поступают жалобы и обращения жителей страны. Участники ОНФ изучают проблемы, выезжают в регионы, работают с местным штабом Народного фронта и с руководством территории. Проверяют каждый факт нарушений. Бричалов привел пример, как в Иркутской области Народный фронт буквально воевал с черными лесорубами. Когда я приехал, там все быстро свернули, потом все это затихло, через неделю там снова начали рубить. Мы добились того, чтобы губернатор поставил на контроль. Тогда выезжает чуть ли не еженедельная комиссия, там действительно прекратилась вырубка. В Карелии, по словам экспертов, масштабных незаконных вырубок леса нет. Подтверждает это и Карельская Минприроды. По его данным, в теневом обороте за год оказалось менее полупроцента от объема всей заготовленной в Республике древесины. Тем не менее, проблема поставлена, и Народный фронт намерен решать ее, так же категорично, как и в других регионах России. Этой работой займется региональная группа Центра мониторинга ОНФ по экологии и защите леса. Помимо каких-то законодательных инициатив и предложений, должна быть работа по формированию с одной стороны такого реестра и добиваться, чтобы этот реестр в идеале обнулился. На заседании по проблемам лесной отрасли обсудили вопросы несовершенства лесного кодекса. Только на перечисление препятствий, которые мешают нормальной работе бизнеса в лесу, ушло немало времени. Лесной кодекс не позволяет нам до конца использовать все виды лесопользования, которые в нем предусмотрены. Преусмотрено 17 видов лесопользования. Но пользоваться мы не до конца можем только заготовкой древесины. Форелеводы, жалобы пишут уже и в Госдуму, и везде. Не выработаны тарифы пользования лесным участком под форелевое хозяйство. В круге серьезных проблем передача леса в аренду от недропользователей волокита с выделением участков под туристические объекты для занятия рыболовством. Карельские специалисты Народного фронта не только составили список явных упущений, пробелов и нестыковок в законе, но и разработали предложение, как изменить законодательство. Все эти предложения будут представлены к широкому обсуждению регионам с тем, чтобы в итоге повернуть закон лицом к жителям страны. 97-ю годовщину образования пограничных войск отметили сегодня в Петрозаводске. Церемония началась на бульваре Победы, где к памятнику пограничникам цветы возложили офицеры, ветераны, кадеты, представители власти и горожане. А затем возле ДК «Машиностроитель» стражи границы устроили показательное выступление. С участием служебных собак разыграли ситуацию задержания нарушителя, показали приемы рукопашного боя. Зрители могли также увидеть, как обезвреживают машину с террористами. В фойе Дома культуры работала выставка оружия, были представлены детские рисунки и экспозиция фотографий. Этот праздник для нас один из самых важных, так же, как для других людей. Новый год, день рождения и все остальное. Более 26 лет моей службы сделали так, что этот праздник для меня основной. Торжественная часть Дня пограничника прошла в концертном зале ДК «Машиностроитель». Собравшись, поздравил начальник пограничного управления ФСБ России по Карелии генерал-майор Роман Зимцов. Вручил благодарственные письма сотрудникам и ветеранам ведомства. По его словам, сегодня пограничники Карелии выполняют оперативно-служебные задачи в различных условиях. Проводят мероприятия по борьбе с терроризмом, бандитизмом, пресекают незаконные перемещения через государственную границу нарушителей и грузов. От имени Александра Худилайнина пограничников поздравил первый заместитель главы республики по экономической политике Олег Громов. Почему так в народе уважают, ценят и любят пограничников? Потому что пограничные войска всей своей героической истории заслужили авторитет и уважение народа. Потому что по возвращению на гражданку к мирной жизни пограничники и там остаются и становятся лучшими среди лучших. Завершились торжества праздничным концертом. Сегодня выпускники Карелии сдавали первый обязательный для всех государственный экзамен – русский язык. В нашей республике ЕГЭ писали более трех с половиной тысяч школьников. Не обошлось без происшествий. Петрозаводские выпускника удалили с экзаменом. Он пронес шпаргалку и был замечен учителями. Позволят школьнику пересдать экзамен в этом году или нет, завтра решит госкомиссия. В этом году сдавать экзамен стало немного сложнее. Блок заданий с выбором ответа из ЕГЭ по русскому языку убрали, оставив задание, где нужно ответить одним-двумя словами и сочинением. Также для того, чтобы получить аттестат, теперь выпускнику нужно набрать не менее 24 баллов, а чтобы иметь возможность поступить в ВУЗ – не менее 36. Результаты экзамена по русскому языку станут известны после 8 июня. Дорожно-транспортное происшествие, больше похожее на сюжет из голливудского боевика, произошло этой ночью в Кондопоге. Кинцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. На пресечении улиц Бумажников и новокирпичный автомобиль, за которым гнались две машины ДПС, при совершении левого поворота не справился с управлением и врезался в отбойный бордюр. От столкновения автомобиль несколько раз перевернулся и загорелся. Сотрудники ДПС извлекли водителя из машины и оказали первую медицинскую помощь. У него взяли анализ на наличие алкоголя в крови, сообщает ГИБДД. А сейчас коротко о других событиях республики. В Кондопожском районе появится своя инвестиционная компания. Она займется поддержкой реализации инвестиционных проектов. В числе первых – восстановление и модернизация птицефабрики «Сунская» и строительство линии по производству рыбных комбикормов. Новая компания будет опираться на ресурсы ОАО «Кондопога». Решение о ее создании было принято накануне на заседании штаба по реализации и сопровождении инвестиционных проектов в Кондопожском районе. На этапе из Коми в Карелию осужденные совершили массовую попытку суицида. Как сообщает интернет-газета «Фонтанка», сегодня утром по дороге в республику 15 человек вскрыли себе вены. По данным Федеральной службы исполнения наказания, это был протест против переезда в колонии Карелии. В колонии поселения Коми среди осужденных царили воровские порядки, и некоторые из них не хотели ехать в так называемые «красные зоны» Карелии. Сроки отключения горячей воды в Петрозаводске перенесены на месяц, сообщает городская администрация. Связано это с изменением графика летней ремонтной кампании и ресурсоснабжающей организации. Жители Соломинова отключат воду с 1 по 15 июня, а на ключевой воды не будет с 22 по 12 июля. В центре пятом поселке Сулаш-Горе, Назарике, Древлянке, Перевалке, Куковке и Галиковке, Октябрьском и Первомайском проспектах горячую воду отключат с 1 по 21 июля. Подробный график отключения горячего водоснабжения размещен на сайте мэрии Петрозаводска. В воскресенье 31 мая в 11 утра на стадионе «Спартак» пройдут соревнования по смешанным боевым искусствам. Серия боев определит победителей в пяти весовых категориях. Соревнования организованы при поддержке партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии» и нацелены на пропаганду физической культуры и спорта среди молодежи. На дне республики определяют лучшего банщика мира. Девять профессионалов бандового мастерства съедутся в Карелию, чтобы побороться за звание чемпиона. Отборочные этапы кубка проходили в Набережных Челнах, Казани, Суздале, а также в прошлом году в Кондопоге. Как уже смотрели этнографы, что здесь является Карелия родиной бани. Поэтому мы решили провести суперкубок за звание чемпиона мира среди профессионалов именно в Карелии. В произвольной программе судьями банщиков станут простые любители бани. Из девяти они выберут троих лучших. А вот обязательную программу уже будут оценивать профессионалы. Как в любом спорте, есть набор обязательных элементов. Работа с паром, мягкая работа с телом, ударная техника, растирки, работа с руками, качество пропарки всего тела. То есть нагрев человека, чтобы были достигнуты цели бани. А цель бани основная – это почистить человека, очистить его как физически, так и эмоционально. По итогам 10 процедур будет выявлен лучший профессиональный парильщик. После соревнований все желающие смогут на себе попробовать руку профессионального мастера-банщика и попариться в специальной мобильной бане. И это все новости на сегодня. В студии был Яков Верлин. До встречи.